Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня у меня в гостях потрясающая Лиса. Всем привет! Мы очень давно с вами не виделись на этом канале, но мы теперь будем это исправлять. Да, давно не снимали мы с Лисой совместные видео, и сегодня подготовили для вас кое-что очень-очень интересное. Я принесла Карине целый огромный пакет вот таких вот азиатских всяких штук. Карина, без понятия, что здесь есть, потому что она не очень увлекается азиатской культурой, поэтому сегодня я буду давать ей на пробу очень странные вещи. Я думаю, что это будет капец, потому что я ни разу не пробовала никаких японских вкусностей, не считая моего любимого мороженого мочи. Я что-то как-то на него подсела, я не знаю, я так его обожаю. Мы его с тобой не пробовали же, да, когда? В Тануки ездили, помню. Пробовали, пробовали. Пробовали? Как раз там, по-моему, первый раз ты и попробовала. Да? Да. Тогда мне они не особо понравились, ребят, я вам скажу. Но сейчас я на них подсела. Это единственная японская какая-то еда, которую я когда-либо ела. Ладно, сейчас ты будешь есть другое, много японской еды, но перед этим обязательно подписывайтесь на канал Карины, подписывайтесь на мой канал. По ссылке ниже. Лайки, 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 лайки. Не забывайте ставить лайки под этим видео и следить за нашими роликами, потому что мы на канал Лисы сняли тоже очень много всего интересного. Погнали. Мы можем начинать. Так, давай начнем с чего-нибудь. Блин, я даже не знаю, что ей дать вначале, что-то более экстремальное или более обычное. Я думаю, более обычное. Более обычное, ладно. Что-нибудь в конце, чтобы было более такое странное. Ага. У меня есть для тебя вот такая вот штука. Как ты думаешь вообще, что это такое? Это похоже на, я не знаю, какие-то конфетки, может быть, сосательные. Нет, это шоколад. Клубничный шоколад. Давай, открываем его и попробуем. Я думаю, что мои зрители, которые разбираются во всем этом, тоже будут смотреть, такие, блин, Карина, как ты можешь об этом не знать. Ага. Смотри, какая упаковка. Да, очень миленько выглядит. Открываем. Блин, так пахнет вкусно, уже прям пахнет клубникой. Да, какими-то ягодками. Ааа, обалдеть, это так мило. Ой, не можем, они очень маленькие. Посмотрите, ребят, как это все мило выглядит. Пахнет очень сильно какими-то ягодками, я не знаю, чем-то таким сладеньким. Выбирай, какую ты будешь. Я буду с лоу-китти вот эту. А я буду с лягушечкой. Ну-ка, давай пробовать. Как обычный клубничный шоколад. Это похоже на киндер, нижняя часть. А верхняя, на что-то просто клубничное. Офигенное сочетание, очень вкусное. Не знаешь, как будто просто клубничный вкус, а какую-то там смесь ягод каких-то. Да, какие-то лесные ягоды, клубника и малина. То есть вообще прям много-много всего. Очень круто. Но вкусненько. Давай, сколько баллов мы им поставим? Я бы поставила 8-10, просто потому что я знаю, что бывают вещи гораздо вкуснее. Да, да, конечно. Следующий у меня будет для тебя вот это вот. Как вы вообще думаете, что это такое? И что это такое, как ты думаешь, парида? Очень похоже на маршмеллоу. Это как будто бы какие-то, знаешь, зефирки. Это зефир с голубикой. Ага, все, значит я угадала, отлично. Вы когда-нибудь пробовали зефир с голубикой? С голубикой нет. Но сам факт, мне кажется, что привкус будет очень даже необычный. Я просто так только зефирки. Смотри, как оно выглядит. Он реально выглядит как маршмеллоу, но это зефир. Да. Это очень странно. Очень странно, но я бы не сказала, что мне прям очень сильно нравятся они. Я вообще не могу понять, потому что мне нравится именно вкус, но мне не нравится консистенция. Да, консистенция странная, но вот это вот все-таки желе внутри зефира мне не понравилось. Очень странно, реально, вообще непонятно. Да, неинтересно, я бы не ела такое каждый день. Сколько ты баллов поставишь? Ну, баллов 4 из 10. Мне просто не понравилось. Мне особо понравилось. Она говорила, что на бетонертон, извините, я буду на вас чапкать. Не, ну на самом деле я бы не покупала такие, если бы знала их вкус. То есть я не люблю просто сама по себе маршмеллоу какие-то, знаешь, такие зефирки. Это не для меня, поэтому шоколад тот мне больше понравился. Что ж, давайте посмотрим, что будет дальше. Кстати, после того, как досмотрите это видео, обязательно напишите, что из этого списка вы бы больше всего хотели попробовать. А что бы вот вам вообще не хотеть. Потому что, я так понимаю, Лиса сегодня для меня подготовила очень много интересных продуктов. Да, а давай-ка ты на рандоме сама вот... Давай. Лиса, туда руку и тащи что-нибудь. Давай. Так, это напиток. Ты выбрала напиток. Ага, а с чем он? Он с алоэ, да. Офигеть, то есть... Ты не пробовала? Нет, ни разу в жизни не пробовала напиток с алоэ. Я открою? Да-да-да, конечно. На самом деле это очень вкусно, по крайней мере, мне это безумно нравится. Мне очень интересно, что сейчас скажет Карина. Карина такая, господи, нет, я никогда больше не буду это пить, что ты принесла. Я не знаю. Лис, я реально не знаю. Там просто какие-то эти... Да, там куски алоэ. Давай, пей, пей. Запад. Прикольно. Я думала, что будет максимально невкусно. На самом деле напитки с алоэ, они очень крутые, и существует огромное количество всяких подобных напитков. Они вообще добавляют клубнику, не знаю, желе тоже добавляют. Офигенно, на самом деле, безумно люблю. Я бы эту напитку дала 10 из 10. Я бы тоже, мне понравилось. Мне понравилось. А, тебе понравилось. Я ни разу не пробовала напитки с алоэ или с чем-то таким, поэтому я оценила. Знаешь, похоже на какие-то конфетки еще японские пробовала, которые с виноградом, знаешь? Да-да-да. Очень похоже. Плюс, это реально похоже на то, что ты описала. Но алоэ, типа, мне кажется, если бы тут была бы обертка, где был бы написан другой вкус, я бы поверила, что это другой вкус. Потому что на алоэ это вообще никак не похоже. Ты бы никогда не поняла, что это такое. Нет-нет-нет, я бы не догадалась, что это алоэ, серьезно. А я пока тащу теперь сама на рандоме. И я вытаскиваю. Опа. Ага. О, я это очень люблю. Офигеть, я такой вкус никогда не пробовала. Я безумно люблю вот эту штуку. Но с этим вкусом я не пробовала. Как ты думаешь, что это такое? Слушай, дай-ка я посмотрю. Я пробовала такое с виноградом и пробовала с яблоком. Было вообще просто топово. Но вот это как будет, даже не знаю по вкусу. Ну, как тут показано, ребят, на картинке, видите, это получается какой-то жилет. Да, это жилет пакетов. А-а-а, все, я поняла. Я открою? Да. Так, беру. Вот так вот это выглядит, смотрите. Вот такие вот желешки в пакетиках, как будто из-под сока. Вот так вот его отрываешь. И должен просто надавить и съесть. Я думала, что будет более жидкое. Вот так прям надавливай и в рот себе выдавливай его. Карина, походу, в шоке, не понимает, что она ест вообще. Да. У меня такое лицо сидит. Я просто не понимаю, что я в рот кладу. Ну, я реально, я сейчас не это, не поняла вообще, что я ем. На меня не доходило, реально. Что я могу вам сказать по поводу вот этой вот вкусняшки? Я думала, что она будет более жидкое. Но не такая густая и твердая, вот. Но поставить я ей могу, ну, 9 баллов из 10, где-то так. Но я в следующий раз принесу тебе виноградный, и ты вообще кайфанешь. Потому что виноградный вообще офигенный. Я уже поняла, да. Ну, на самом деле, я от киви ожидала чуть-чуть большего. Это вкусно, это похоже на киви, но я бы дала 7 баллов. Но только потому, что я знаю, какой по вкусу виноградный и яблочный. Если я бы не знала, я бы дала бы есть 10 баллов. Я думала, что будет кислее просто. Что будет такой, знаешь, кисленький вкус, но он был достаточно простой. Да, ну, какой-то такой, да. Окей. Так, и дальше у нас... Ой, что это? О-о-о-о! Это что? На, ну, смотри. Это какие-то чипсы, но баночка похожа на обычный Принглс. Но внутри, как я понимаю, какие-то орешки с оголочкой, да? Орешки с васаби. А, а-а-а, все. Они должны быть супер острые, прям такие, что... Ага. Значит, должно быть прикольно. Я не смогу открыть о своими ногтями. У нас ЧП. Покажи. У тебя получится открыть? Да. Да, получится. Ребят, как вам вот такое? У нас небольшие неполадки. Спасибо. Ага. Пахнет, кстати, пока просто орешками, даже с вами не чувствуется. Обычными орешками пахнет. Ну, я люблю остренькое, так что... Давай, пробуем. Мне должно понравиться. Скажем, человек, который не ест носами никогда. Они очень острые. Да. Они очень острые, но... Ать нос пробивает. Острота, но она проходит очень быстро. Так, доставай. Там осталось не так много всего. Угу. Следующее, что мне попадается, это... Я так понимаю, какие-то чипсики, да? Да. Но они простые. А они с крабом, с раком? Они из креветки. А, блядь. А, все, я поняла. Я не поняла. Ты сейчас очень удивишься, потому что вкус... Это просто не с чем сравнить. Непонятно. Да. Но что-то мне напоминает. Я в детстве ела в форме крабов. Такие чипсики были, помнишь? Ты не пробовала? Видимо, не пробовала, не купила. У них белая пачка бывает. Да. Ну что, что я могу сказать по поводу этих чипсов? Могу им поставить где-то, ну, 8 баллов из 10, потому что я пробовала вкуснее. Вот как ты сравниваешь, поесть и вкуснее, но я не могу эти назвать сильно крутыми, да. Так что они обычные. Согласна. Что ж, теперь остаются у нас только две вещи. Да. Давай мы начнем вот с этого, потому что это чипсы с картошкой. Ой, это шоколад с картошкой. Шоколад. А, господи, я думала, это еще и не чипсы. Это шоколад с картошкой. Ты когда-нибудь такой пробовала? Нет. Не разу в жизни. Никогда. Очень популярная фигня. Сейчас я тебе ее дам. И ты очень удивишься, потому что это супер необычный вкус. Вот так вот выглядит плитка этого шоколада. Она сиреневая. Очень красивая. Потому что картошка, из которой делается, тоже такого же цвета. То есть она больше похожа на свеклу. Красивый стиль. Посмотрите, ребят, как выглядит сама плитка и как сама коробочка от этого шоколада. Очень прикольно. Красиво и, я бы сказала, аппетитно даже выглядит. Вот если бы ты не знала, что это с картошкой, ты подгадала, что это с картошкой? Я бы никогда не поняла, даже если бы на кону миллион долларов стояло. Непонятно что. Это же вообще, вообще на картошку не похоже. Есть какой-то очень тонкий вкус, но это ни в коем случае не вкус картошки. Да. Я не знаю почему. Может, для привлечения внимания так сделали. Или сама картошка. По вкусу на шоколадку, да. Но этой плитке я могу поставить, ну, баллов так, ну, пять. Пять, да. Потому что не чувствуется вообще никак картошка. Как обычная шоколадка. Ну что ж, у нас остается последняя. И это просто мой фаворит, наверное, из всего этого списка. Знаешь почему? Почему? Потому что это жвачка со вкусом рамоне, то есть со вкусом японской соды. Она очень вкусная, но у нее очень быстро пропадает вкус и сразу заспойлер. Как раз, кстати, их три. У тебя третья. Сочетки. У меня тоже прям супер сладкие. А у меня кислые. Очень сильные, я же это. Здесь прям было три жвачки. И у каждой свой вкус сладкий, нейтральный и кислый. Карелин точно тоже кислая. Да. А мы не можем понять, кому у нас осталась сладкая. Эти жвачки я могу поставить на баллов девять из десяти. Просто потому что сладкую не пробовала. Я ставлю тебе. Десять? Окей. И даже если мы с Лисой собирались бы еще снимать вторую, третью и там сто частей, мы бы в жизни все равно все они перепробовали. Опа. Кстати, скоро же я лещу в Японию, ты же знаешь. Напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я привезла Карине огромную посылку с японскими всякими сладостями и штуками, чтобы мы тоже попробовали, распаковали ее на канале Карины. Было бы прикольно. Очень даже. Я думаю, что моим зрителям тоже интересно. Супер. Тогда пишите в комментарии, если вы хотите такое видео. И ставьте нам лайк. Да, не забывайте переходить по ссылке в описании, смотреть ролик Лисы. И вообще подписываться на ее канал. Вот. И спасибо вам большое за просмотр. С вами была Карина. И Лиса. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok